В столице задержали подозреваемых в серии краш. Двое злоумышленников орудовали в одном из микрорайонов Тирасполя. Время выбирали позднее. Нападали на женщин и грабили. В столице один из продуктовых магазинов. Продавец вспоминает, как ограбили кассу. Это было в ноябре 21-го. Поздно вечером в магазин зашел мужчина. В руках нож. Три прыжка он оказался сзади меня. Схватил меня за голову. Сначала в прилавок, а потом развернул и лицом в пол. И только вижу боковым зрением нож к горлу. Схватил деньги, выбежал из магазина. На улице грабителя ждала машина. Потерпевшая вызвала милицию. Примет грабителя было мало. Неделю назад снова кража. Пострадали несколько женщин. Грабителей было двое. Они подошли очень тихо. Я вообще не заметила. Я только ощутила, что около меня находится человек и он очень сильно тянет за сумку. Я оказала сопротивление. Потом, когда поняла, что моих женских сил не хватит, я включила женскую сирену, стала кричать о помощи. И тогда тот, который выдергивал сумки, он сказал второму, да, убери ты ее. И второй вышел, как бы, обошел меня сзади и ударил в правое ухо, плечо, в челюсть. И от этих двух ударов я упала, выпустила сумку. И все, они уже убежали. Злоумышленников вычислили, помогли камеры безопасного города. Оперативная съемка в квартире. Один из подозреваемых сначала не открывал двери, потом грозился выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Оно того не стоит. В квартиру оперативники вошли по пожарной лестнице, кадры задержания, подозреваемый в наручниках. А это уже в милиции. 42-летний подозреваемый рассказывает в подробностях, как совершал преступление. Я заходил в банк, выслеживал людей, которые снимают деньги, переводы, кто обмен валют. Стас ждал меня на улице. Подельника тоже задержали. Пострадавших может быть больше. Это выясняет сейчас милиция.